всем салют друзья как дела как настроение я готов вам сегодня рассказать секрет самого вкусного чебурека секрет его будет заключаться в одном ингредиенте и в правильной жарке и подготовке поэтому не переключайтесь все будет интересно очень быстро и как всегда вкусно первый этап возьмем просеянную муку 300 грамм добавим в нее 100 грамм воды 38 грамм растительного масла у меня это полторы столовой ложки добавим соли соли 2 щепотки самое главное что в интернете есть очень много рецептов чебуреков но так чтобы был именно правильный хороший и четко по цифрам такого еще не встретил нигде поэтому я где-то убавлял где-то добавлял для того чтобы именно вот этот вкусный правильный рецепт поэтому ребят открыт дал вам самый крутой рецепт пишите в комментариях когда попробуйте это блюдо добавим полторы столовые ложки виски но если у вас нету виски можете спокойно легко добавлять водку это в принципе одно и то же теперь перемешаем это все сначала перемешали ложкой затем мешаю руками и кстати алкоголь в тесте для чебуреков помогает тесто быть так настолько пупырчатым после жарки и очень приятно с ним работать для того чтобы у вас получилось все идеально как у меня используйте под описанием к этому видео цифры которые напишу там все будет четко расписано по граммам ребят это очень важно для того чтобы приготовить идеальный чебурек по моему рецепту тесто вымешиваем примерно минут 7-8 подпыляете муки буквально грамм 10 после того как мы обмяли тесто делаем в такой небольшой блинчик ставим его в миску и в холодильник но обязательно накройте пленкой в контакт 2 немаловажная часть это фарш фарш нужно сделать сочным вкусным поэтому я беру свиноговяжий фарш в соотношении 70 на 30 70 говядин и 30 свинины свинина даст жирность нашему фаршу и сочность добавим петрушку добавим свежемолотой смесь 5 перцев несколько щепоток соли фарша кстати я не сказал я использую здесь 540 грамм добавим 80 грамм воды воду добавляем очищенную и тщательно перемешаем фарш фарш станет податливым очень легко мешаться и жидкости вообще нет тесто отлежалась она готова фарш готов начинаем собирать чебуреки разделим сразу на 4 штуки обминаем тесто сделаем с него круг для того чтобы когда мы раскатаем у нас был красивый чебурек мы его правильно закрыли и красивая была форма раскатаем тесто если контролируем чтобы оно было очень тонко для того чтобы оно было дальше хрустяще имела пупырчатость на одну половинку равномерно распределяем фарш так чтобы он полностью был тоненьким и красивым и кстати обратите внимание тесто когда я раскатывал тесто я вообще не добавлял муку поэтому благодаря нашему алкоголю который мы добавляем это позволяет нам с ним очень хорошо работать и тесто очень податливая накрываем второй половинкой сразу же нужно выпустить воздух это делается очень легко теперь мы приминаем все и закрутим подтягиваем заворачиваем подтягиваем заворачиваем подтянули завернули такую косичку делаем теперь проверим температуру масла мы начинаем жар чебуреки от 140 градусов смотрите как проверить без термометра видите если камера передает вот как волны как такие скульптуры интересные красивые видите видно не короче масло начинает жить а начинает играть тогда вы понимаете температура готова смотреть 153 градуса начинаем жариться минимальную температуру разогревал на среднем огне отправляем наш чебурек и он уже начинает жариться у вас видите а кстати если вы хотите проверить можете если у вас заранее продумайте оставьте кусочек теста кинете в масло и тогда увидите что начнет вот так вот журчать и тогда у вас готово масло сразу же пишите себе это на заметку добавляем второй чебурек если у вас позволяет ваша емкость так чтобы все покрыло обязательно добавляем температуру потому что когда вы закидываете чебуреки температура масло резко опускается поэтому нужно добавить еще мощности вашей плите индукционной газовой или электрической какая у вас есть и тогда температура быстрее начнет набирать но ее нужно будет контролировать это несложно вы смотрите по своему чебуреку так он жарится спустя минутки три я переворачиваю чебурек как он надулся и вот эта красивая пузырчатость которого мы так долго ждали смотреть сколько только начинает журчать это значит готов наш фарш соответственно чебурек тоже готов снимаем его сразу на салфетку и готово и так жарил его буквально первая сторона минуты три с половиной вторая сторона две с половиной три минуты ну что вот наши все чебуреки будем их пробовать и наслаждаться смотрите сколько пожертвовало сока лишь бы показать вам сочность которая сохранилась нашим чебуреки ну что проба как вкусно просто класс ребят для тех кто хочет заняться стрит-фудом это идеальная идея для того чтобы начать свой бизнес на чебуреках в америке из хот-доги бургеры почему вы наш с вами продукт не популяризировать такой классный обертки главное правильный рецепт а он у вас теперь уже есть всем хорошем настроении на этой прекрасной ноте я хотел бы с вами попрощаться поблагодарить вас за то что вы смотрели до конца и наслаждались правильными чебуреками всем хорошем настроении и пока